О Генри Последний лист Перевод Нина Дарузес В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самая себя раза два. Некому художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом закраски бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего во своясе, не получив ни единого цента по счету. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на восьмой улице и нашли, что и взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного то другого своими ледяными пальцами. По эстсайду этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв. Но здесь, в лабиринте узких, поросших мхом переулков, он плелся нога за ногу. Господина пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашенной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор. «У нее один шанс, ну, скажем, против десяти», — сказал он, старяхивая ртуть в термометре. «И то, если она сама захочет жить». «Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправится». «О чем она думает?» «Ей... ей хотелось написать красками неаполитанский залив». «Красками? Чепуха. Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчины». «Мужчины?» — переспросила Сью. И ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. «Неужели мужчина стоит?» «Да нет, доктор, ничего подобного нет». «Ну, тогда она просто ослабла», — решил доктор. «Я сделаю все, что будет в силах сделать, как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю 50% с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти». После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэк-тайм. Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдаха в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. Двенадцать. Прознесла она и немного погодя. Одиннадцать. А потом? Десять. И девять. А потом? Восемь и семь. Почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой и унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом, заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы. И оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи. Что там такое, милая? Спросила Сью. Шесть. Едва слышно ответила Джонси. Теперь они облетают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот, и еще один полетел. Теперь осталось только пять. Чего пять, милая? Скажи своей Сьюде. Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе? Первый раз слышу такую глупость. С великолепным презрением отпарировала Сью. Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка. Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь. Как же это он сказал? Что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немного бульона и дай твоей Сьюде закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя. Вина тебе покупать больше не надо, отвечала Джонси, пристально глядя в окно. Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я. Джонси, милая, сказала Сью, наклоняясь к ней. Обещай, что мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать. Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору. Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? Холодно, спросила Джонси. Мне бы хотелось посидеть с тобой, сказала Сью. А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья. Скажи мне, когда кончишь. Закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя. Потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит. Лететь. Лететь все ниже и ниже. Как один из этих бедных, усталых листьев. Постарайся уснуть, сказала Сью. Мне надо позвать Бермана. Я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я сама большую на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду. Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода вся в завитках, как у Моисея Микеланджело. Спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художником, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил за поем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной коморке нижнего этажа. В одном углу уже двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» – кричал он. «Возможно ли такая глупость? Умирать от того, что листья падают с проклятого плеща? Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой?» «Ах, бедная маленькая мисс Джонси!» «Она очень больна и слаба», – сказала Сью. И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. «Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик. Противный старый болтанишка». «Вот настоящая женщина!» – закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!» Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы. На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Подними ее, я хочу посмотреть!» Шепотом скомандовала Джонси. Сью устала повиновалась. И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща. Последний. Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада. Он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей. «Это последний», — сказала Джонси. «Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда умру и я». «Да Бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовая отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему земному. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерке они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер. И дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низко нависавшей голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штуру. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой Сьюди», — сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвином. Хотя нет. Принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками. И я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь». Часом позже она сказала. «Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышел за ним в прихожую. Шансы равные. Сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб. А форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой. Но сегодня его отправят в больницу. Там ему будет покойнее». На другой день доктор сказал Сью. «Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно». В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка». Начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь, и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. «Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра?» «Да, милая, это и есть шедевр Бермана». Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист. Продолжение следует...